Что будем делать, братья и сестры? Брат Александр вас попросил не смотреть на часы. И знаете, есть разные проповедники. Я понимаю, что иногда есть такие, что уже смотришь на часы. А иногда есть такие, что не замечаешь этого времени. Эта проблема со временем вечности решится наконец-то. Поэтому как бы так сделать, чтобы всем было хорошо. Поэтому кто будет очень спешить, если у вас зарезервировано в местах, где-то в китайском, или еще где-то можете вставать и уходить. Да, а если у вас сердце открыто будет сейчас слушать Божье Слово, то я попытаюсь вам настолько понятно это донести до детей и до взрослых, чтобы действительно время это прошло очень незамеченно. Поэтому давайте мы настроим свое сердце. И если Евангелие есть у вас, Евангелие от Луки 17 глава. Евангелие Луки 17 глава с 26 текста. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни сына человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. И пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Братья и сестры, причина сказанных слов этих Иисусом Христом, она, если вы перевернете страницу, сокрыта в 20 тексте, послушайте. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им». Вот эти слова, которые мы прочитали с 26 по 30 текст сейчас, это ответ Иисуса Христа фарисеям. Иисус Христос поворачивает этих людей в историю. Вообще история очень вещь прекрасная, но это вещь, которую нельзя изменить. Это вещь, которая состоит из фактов. Факты, вещь, говорят, упрямая. Факты есть позитивные события, какие-то есть негативные. Это все включает в себя история. Посмотри, что говорит Иисус. «Как было в одни ноя», перечисляет, что было тогда. Люди эти мало чем отличались от нас. Просто у них ноутбуков не было, фейсбука не было, инстаграма не было. У них не было многих вещей, но руки, ноги, голова, сердце, мышление, интеллект, способность, желание трудиться или лениться, все у них было, как и у нас. Они ели, покупали, продавали, строили, садили, женились, выходили замуж, все. Но и проблема одна была. Они не думали. И Христос поворачивает этих людей в историю и говорит о том, что так было тогда. Если эти люди думали, что это было тогда, но невозможно сегодня. Христос хотел им показать, что это будет. Посмотрите, с 30 текста Иисус говорит, обращает их внимание на истории, с прошлого, на взгляд в будущее. С 30 текста так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. И Христос говорит, что кто будет на кровле, вещи в доме и так далее, вспоминайте жену Лотову, кто станет душу сберегать, тот погубит. Сказываю вам, двое будут, один возьмут и так далее, и так далее. Это Христос говорил. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели на вот этот 29 текст в этой всей истории. Но в тот день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный истребил всех. Для того, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Скажите, когда вы слышите слово Содом, что первое вам приходит на ум? Что первое, когда вы слышите Содом? Я думаю, что в сегодняшнее время сразу у вас Содом, это гомосексуалисты, это там все, что с этим связано, весь разврат, садомия и так далее, и так далее. У вас ассоциация первая с этим? Но это в корне, друзья, противоречит Писанию. Почему? Потому что Евангелие или Писание минимум нам говорит об этом. А вот максимум, о чем оно говорит нам о Содоме, есть. И мы это пропускаем. А оно очень важно. А это было как раз причиной того, что происходило в Содоме и Гоморре. Почему Бог уничтожил? Почему Он решил, что больше нельзя этим людям находиться на земле, Божьей земле? Характеристика Бога. Посмотрите, 13 текст, 13 книги, 13 главы Бытия. «Жители же содомские». Написано, «были злы и весьма грешны пред Господом». Скажите, что означает слово «весьма»? Ну, ведь все ведь люди грешны, правильно? Все люди делают грехи. И мы с вами иногда тоже согрешаем. Но о них характеристика Бога следующая. Жители содомские были весьма грешны. Ну, скажите, знаете, иногда есть в Писании женщина красивая, да? Ну, вот о некоторых сказано, она была какая? Очень красивая. Ну, красивая, но вот здесь она была очень, что-то особенное. Было отличное от всех. Ее красота была особенная. Друзья, есть греховный образ жизни, есть у людей. Но есть то, как мы говорим, что зашкаливает или перешагивает всякую рамку Божьего терпения и морали. И поведение. И вот как раз вот здесь употреблено это слово, что жители содомские, они очень, они весьма, они отличались от всех других людей, которые окружали их. Этих пять городов, которые были уничтожены Богом. Заметьте, друзья, причина, почему туда пошел Лот. Причина, почему пошел туда Лот, она кроется в этой же главе. Десятый текст книги Бытие, тринадцатая глава. «Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сегора, что написано, орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская». Вот он купился на это. Почему многие здесь оказались? Тоже купились на этом и правда. Как сад Господень, орошается водой, изобилие, экономика на высшем уровне, работа есть, не гоняют, ничего не преследует, прекрасно. Чуть не рай в Америке. Вот смотрите, сказано так, что Лот посмотрел на всю окрестность Иорданскую. И если Авраам пошел путем веры, то Лот здесь пошел путем своих очей. Братья и сестры, Божьи посланники у Авраама. Посмотрите, 18 глава книги Бытие. Божьи посланники у Авраама. 20-21 текст. «И сказал Господь, вопль Содомский и Гоморский весьма велик, и грех их тяжел он весьма». Оказывается, состояние жителей этих городов, вот этой местности, оно приводило к тому, что люди начали уже вопиять к Богу. И этот вопль был услышан Богом на небесах. И Бог посылает своих посланников, ангелов своих, для того, чтобы совершить свой суд за этот вопль, причиненный людям. Заметьте, братья и сестры, популярный, ошибочный взгляд. Я сказал, что первое, что приходит на ум, ну, это все то, что сегодня говорят, с этим связано. Но когда мы читаем Писание, Писание открывает нам истинную картину греховности этих людей и этих народов. В чем она заключалась? Она заключалась в отсутствии сочувствия. Она заключалась, друзья, в извращении правосудия. Она заключалась в чрезмерном богатстве этих людей. И она заключалась, друзья, в жестокости этих людей. Посмотрите, 16 глава книги пророка Иезекииля. 16 глава книги пророка Иезекииля, 49 и 50 текст. Сказано здесь так. Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее, тех, кто ее окружали. Посмотрите. Итак, Бог начинает перечислять грехи Содома. Смотрите, в гордости. Следующее стоит, в пресыщении. И последнее, что сказано. И она руки бедного и нищего не поддерживала. Скажите, пожалуйста, где здесь стоит какой-то намек на какие-то сексуальные грехи? Ни одного. Но это же слова самого Господа. И Он сегодня картину рисует нам состояние людей, сердца человеческого. Чем оно жилось, каковы были люди там. И Писание нам открывает, что грехи этих людей заключались именно в этих. Заметьте, друзья, что под мерзостью мы можем все, что угодно подразумевать. Под мерзостью. Ну, например, неверные весы, мерзость пред Богом написано, правильно? Или там жертва нечестивых, мерзость пред Богом. Мы можем подозревать, подразумевать, что все то, что происходило с Лотом, потом, ангелы, которые пришли, и это поведение людей, что вот это все привело этих людей к подобному поведению. И мы сейчас на это посмотрим очень коротко. Почему так случилось там? Братья и сестры, одна из величайших заповедей Востока заключалась в следующем. Люди Востока отличались особой гостеприимностью. Вот почему, когда ангелы подошли к воротам Содома, Лот вышел на встречу их встречать. Потому что этот племянник нечему научился, чему-то научился у своего дяди. Дядя был гостеприимным человеком, человеком веры. Он видел это, он не мог поступать иначе. Заметьте, сколько бы ни провел времени Лот в Содоме, он так и не стал никогда там своим человеком. Это видно, потому что сказали жители Содома, этот пришелец пришел сюда и начинает еще здесь научить, как жить. А ну-ка сюда иди. Это видно, друзья, что Лот так и не стал своим. Итак, первое, на что обращает Бог внимание, посмотрите, гордость, причина поведения и истребления жителей Содома, гордость. Говорят, что это мать всех пороков. Это когда тебя несет, братья и сестры. Знаете, когда несет, да, когда дрожжи работают внутри. Это когда ты любуешься собой, когда ты не отходишь от зеркала, когда ты своей славой, своей знаменитостью, своей известностью, своим величием, когда тебя просто несет. Ты не ходишь, ты плывешь. Когда тебя разносит на вот этих дрожжах гордости. Знаете, есть вспомогающие элементы, которые помогают человеку стать таким. Книга второзакония, восьмая глава, книга второзакония, восьмая глава, со второго по двадцатый текст. Господь говорит, что когда ты войдешь в эту землю, в которой ты не жил никогда, когда ты войдешь в эти города, которых ты не строил, когда у тебя будут виноградники, когда у тебя будут колодцы выкопаны, когда у тебя всего будет много, что тогда? Берегись. 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 И в четырнадцатом тексте восьмой главы Господь говорит, то смотри, чтобы не надмило сердце твое. Заметьте. И не забыл ты Господа Бога твое. Вот одна причина. Когда у тебя много, и когда у тебя нет нужды в Боге, когда ты перестаешь чувствовать зависимость от Бога, когда ты чувствуешь почву под ногами, что ты встал, раскрутился, богат, разбогател, ни в чем не имеешь нужды, тебе все ни почем, ни брат, ни ближний, ни дальний, ты самодостаточный. Друзья, это уже результат того, что она кипит внутри. Она превозносит тебя над другими и не позволяет тебе влиться в одну семью. Это то, что произошло когда-то. И Господь поразил за это жителей Содома. Отсутствие зависимости. Когда Анафхадоносор вышел и посмотрел, когда он посмотрел на этот Вавилон, помните, что он сказал? «Не этот ты величественный Вавилон, который я построил чем? Силою моею». Вот когда человек искушается этим своими бицепсами, своей атлетической фигурой, своими возможностями, связями, своей силой, своим авторитетом, вот туда придет обязательно беда. Потому что это уже начало этой скользкой дорожки, которая, если человек не остановится, его снесет прямо в погибель. Об этом нам говорит Писание. «Кто возвышает себя, говорит Христос, тот что? Тот будет обязательно унижен. Бог гордым противится. Бог противник всякого произношения. О грехе в своем книга пророка Исаии говорит, что эти люди рассказывают как? Открыто. Вместо того, чтобы становиться на колени и каяться, и исповедовать, и призывать Бога в свою жизнь, и падать перед Ним, сказать, Господь, без тебя никто, ни что, булька просто маленькая на воде. Я ничего не значу, не стою. Я пыль. Господь, Ты все во всем. Эти люди не просто грешат. Они сегодня хвастаются своими грехами. Они сегодня печатают об этих грехах. Они рассказывают открытым. Что интересно? Когда человеку стыдно, первая реакция какая должна быть? Естественная. Что Бог заложил в нас? Красную краску. Ну, не ту, которую сейчас сестры пользуют. Нет. Другая краска. Вот та, которая делает человека красным, когда ему стыдно. Но Писание говорит книга пророка Исаии, что они не краснеют и не стыдятся. Люди потеряли стыд, когда говорят о своих грехах. Братья и сестры, это то, за что Бог поразился дом. Человек, который грешит, ему должно быть стыдно. Ему должно быть страшно засудеями. Ситуация, которая сегодня, она ничем не лучше. Люди весьма злые. Злые и грешны пред Богом. Грех становится на пьедестал, а гордость, она как ожерелье сегодня одевает. Более того, в этой христи стране, куда ни ткнись, все верующие. И начинаешь с ним разговаривать на работе о Христе, о том, что Иисус Спаситель и Господь. Он говорит, а ты знаешь, что этот Спаситель и Господь сделал первое чудо какое? Он превратил воду в вино. Вот каков Христос сегодня для этих людей. Второе, на что Бог обратил внимание, посмотрите, книга пророка Иезекииля, мы читали, что не только проблема была в гордости этих людей, что они превозносились над другими и считали себя лучше других. Проблема гордости этих людей, проблема падения этих людей заключалась в пресыщении. Братья и сестры, что такое пресыщение? Пресыщение – это излишество. Это употребление чего-нибудь сверх меры. Даже мёда. Писание говорит, что нельзя есть много мёда. Нужна мера всему. Нужна доза всему. И сегодня есть очень популярное такое слово среди неверующей молодёжи. И, к сожалению, среди верующих сегодня пришло это. Передозировка. Это беда. Это бич. Потому что если бы кто-то отцам нашим рассказал, или дедушкам моим рассказал, что сегодняшняя церковь будет иметь при себе реабилитационные центры по наркомании, по выпившим, и это всё в наших христианских семьях, они бы умерли сразу воскреснув. Братья и сестры, это реальность жизни. Знаете, почему это случается? От того, что мы сейчас посмотрим. Когда теряется мера. Мера необходимого. Потому что нашей плоти, у неё живёт два близнеца, две дочери. Их имена, помните? В книге притчи сказано. Ненасытимость. Глаза видят, их хочется. Ты не можешь, но ты всё равно идёшь покупаешь. Тебе не надо. Эта машина на акшене. Но она потому идёт дёшево, и грех не брать. Потому что сейл, 70-80, клиренс, оно не надо 300 лет тебе. Ты всё равно идёшь и берёшь. Менталитет. Мышление неправильное. Почему? Потому что мы потеряли меру. Мы потеряли разницу между необходимостью и излишеством. Вот почему в книге Божьей, в книге Псалма, сказано так, что они ели, и что? И пресытили. Что эта приставка пресыти делает? Они говорят, что они взяли большее, чем им надо было. Вот что значит излишество. Когда ты берёшь, и когда тебе хочется большее, чем тебе нужно. Вот это было в Содоме. У них было большее, чем им было нужно. Что-то похожее в Новом Завете. Я сломаю житницы мои, расширю мои акры, построю больше скверифитов, наберу ещё девелопмент сделаю, ещё пару апартментов построю, ещё там то, ещё раскручусь, поднимусь, ещё, ещё, ещё. Человеку всегда мало. Сколько ты ему не дай? Ему мало, мало, мало и мало. Его успокаивает, знаете что? Только могила. Вот тогда всё. Ничего не надо. Ни акров, ни домов, ни машин, ни бизнеса. Ничего не надо. Когда он узнаёт, что у него рак. Ничего не надо. А так сейчас всё нужно было. Братья и сёстры, грех Содома. Он заключался в том, что этим людям не нужно было столько. И вместо того, чтобы убедить бедного и нищего, они, друзья, думали только о себе. Когда человек берёт больше, чем нужно, он становится жадным, он становится необщительным, он думает только о себе. Более того, он становится жестоким. Итак, обилие и изобилие. Мера и сверхмера. Хочу сказать одно, что не бывает, друзья, никогда излишества в наших словах любви друг к другу, о том добрых делах, которые мы могли, никогда излишества не будет. Никогда не будет сверхмеры. Никогда жена, которая любит своего мужа, и муж, который любит свою жену, ей никогда не будет за много. Скажи муж ей 300 раз в день, что я тебя люблю, и её будет мало. Недостаточно! Сколько бы ты ни сказал! Недостаточно! Братья и сёстры, мы живём в излишестве, не так ли? Посмотрите, откройте гараж. Откройте гараж и проедьте мимо вашего дома на машине. Посмотрите, что у вас со стороны. Что мы делаем? Мы стягиваем, правда? Мы сносим, мы храним, мы перекладываем, протираем, мы покупаем. Его есть моль. Потом делаем гаражки, потом уходим на Гудвилл, потом пакуем посылки на Украину. И всё надо! И всё надо! А когда подходишь в клозет, смотришь, я смотрю на стопку или две свои одежды. Ну, сколько? Ну, я вот так пользуюсь. Я не знаю, как вы. Всё остальное лежит. Но потом что надо сделать? Вот так переверните его. И вот так снова, да? Есть любимая рубашка, любимый костюм, да? Есть любимые футболки, брюки и так далее. Сколько тебе надо, человек? Сколько? Минимум, правда? Минимум. А нам хочется. Это говорит о том, что вот эта ненасытность внутри нас, она порождает нас делать неправильные шаги в нашей жизни. Мы залазим в долги, мы залазим в кредиты, мы залазим в проблемы. Более того, детей своих туда втягиваем и думаем, что мы счастливы. А эта яма, дай Бог, если ещё с этой ямы Бог дал милость выбраться. А некоторые, друзья, так и утонули там, не восстановившись. Почему? Потому что корень всех зол, сребролюбие, которому предавшись некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. И последнее слово в этой цепочке, оно повергает людей не просто в бедствие и пагубы, а некоторых и в погибель. Сохрани нас Господь от этого. Но это материальные вещи. Посмотрите, друзья, на духовные вещи. Скажите, вы не присытились сегодня? Посмотрите, братья и сёстры, наличие молитвенных домов, собраний, конференций, проповедей, интернета, книг, библии, литературы, дисков и так далее, и так далее. Я вспоминаю своего дедушку. Думаю, боже мой, какой ты был бедный. Несчастный. У тебя всего этого не было. Ни интернета, ни доступа к архивам, к библиотекам, к проповедникам, к истории. Ничего, братья и сёстры, но у него было главное. У него был Бог и довольство тем, что этот Бог ему давал. У него не было домов, у него не было машин. Он, может быть, пользовался скромным каким-то захудалым велосипедом. Он ходил пешком с села в село. Но он был счастлив. Он был благоговее, пред Богом ходил свято. Он ни в чём не нуждался, потому что Бог заботился о нём. Хотя бедно жили. Он был самым счастливым, не имея всего того, что имеем сегодня мы. Посмотрите, братья и сёстры, я бы думал, чтобы нас отправить сегодня с этих скамеек, вот так взять, на самолёт один. И куда отправить? В Северную Корею хотя бы. Вот там мы запоём. Отправить нас куда-то в Китай или в Африку. У мусульманские страны, где сегодня верующие наши братья и сёстры жизнь за Христа отдают. Вот нас бы с тёплых этих климатических, тепличных условий, вот бы туда. Что бы мы запели тогда? Как бы мы переоценили то, что мы имеем сейчас? Посмотрите на наших детей, друзья. На реальность жизни. Посмотрите на наших. Я на своих тоже. Подходит он к холодильнику и говорит, я это не буду. Это бескастинг. А это мне не нравится. Это ел вчера, а это вообще не буду. Это пресыщение. Это излишество. И излишество приводит к проблемам. Оно приводит, друзья, к следующему, что если у человека есть много и больше, чем ему надо, что у него есть опасность Бога забыть во всём этом. Помните, о чём Магур молился и просил у Господа? Господи, нищеты и богатства не давай мне. Одна и другая крайность. Питай меня чем? Насушным хлебом. Молитва, отче наш, к которой мы склоняемся, молимся. Хлеб наш. На послезавтра. Насушный. Это говорит о том, что человек и Бог. И он знает, это его отец. Он ему служит. Этот отец взял его на довольствие. И он обещал, если ты будешь ставить меня на первое место в своей жизни, обо всём остальном я позабочусь. Я дам тебе хлеб. Я дам тебе одежду. Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всём этом. А мы иногда думаем, Бог умер и забыл. Братья и сёстры, я поражаюсь обстановке комнаты Елисея. Помните? Куда пригласила его эта женщина? Что там было? Почитайте дома, что там было. Самое, самое, самое необходимое. Стол, стуло, светильник и там, где он спал. Всё. Это то, что было, всё необходимое. Братья и сёстры, ещё на один момент хочу обратить внимание. Сейчас будем молиться. Праздность, другими словами, что означает праздность? Это безделие. Это незанятость. Это излишек свободного времени. Я хотел бы спросить, у вас свободное время есть? Если кто-то говорит нет, он врёт. Почему? Потому что я хотел бы вас попросить только честно. Мне не надо отвечать. Ну, может быть, это слишком старых людей не касается. Хотя и то. Большой вопрос. Но, как правило, молодых детей, подростков, молодёжь, среднего, касается абсолютно всех. Скажите, пожалуйста, только честно, сколько времени в сутки человек проводит в социальных сетях? Даже на какой-то несчастный Фейсбук зайти и просто вот так листай, 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 рецептик, новости, там то, знакомых, кто-то написал. Уже пролистал, смотришь, 20 минут нет. А мы говорим, у нас свободного времени нет. У нас очень много его. Просто мы не знаем очень часто, что мы его тратим не туда, куда нужно. Праздновать, братья и сёстры, когда у тебя излишек времени свободного, тебя начинает тянуть на подвиги. Ты не знаешь, куда себя деть. У вас бывали такие моменты в жизни, когда ты поднимаешься и не знаешь, что тебе делать сегодня. Бывали, у меня тоже бывали. Я знаю, работы вроде очень много, важных дел много, срочных много. А вот что, с чем сегодня заняться? Поэтому если бы молодые люди были заняты добрым и полезным, они не сидели бы сегодня в тюрьмах. Потому что говорят, что праздность – это мать скуки. Знаете, что было в Содоме? Они желали развлечься. Почему? У них было очень много свободного времени. Когда человека излишек свободного времени, он начинает искать фана. Поэтому мое желание сегодня всем родителям пожелать, чтобы я, вы и наши дети, мы были активно, полезно, всегда чем-то нагружены, всегда чем-то заняты. Говорят, что ленивые, они всегда собираются что-то делать. И это очень ужасная работа – ничего не делать. Поэтому незанятый человек, он никогда не будет до конца счастлив. Друзья, мы идем к молитве сейчас. Писание говорит, что руки бедного и нищего жителей Содома не поддерживали. Знаете, что было в этом городе? Предание говорит, что туда, ввиду того, что эта земля была очень богата, что эти люди очень богаты были, они жили в роскоши, в изобилии, они не знали, куда себя деть, они не знали, куда себя применить. Вот туда стекалось очень много бедных и нищих людей в надежде получить что-нибудь от этих богачей, от этих людей с жестоким сердцем. Да, они их пускали внутрь. Да, они их пускали внутрь, друзья, но они им не помогали. Они наслаждались тем, что они смотрели, как умирали эти бедные несчастные люди. Они никак не задумывались о гостеприимстве, которым горел и переживал лот. Эти люди, братья и сестры, жадность, она не давала им тратиться на вот этих бедных пришельцев. И каждый, кто давал бедным хлеб и воду, он приговаривался к сожжению в огне. Предание говорит, об этом не говорит Писание, но история говорит о том, что так была сожжена одна из дочерей Лота. Предание говорит также о том, за то, что одна девушка решила помочь одному бедному человеку, подав ему хлеб и немножко воды, ее просто-напросто обмазали медом и поставили на городскую стену. История говорит о том, что ее живую закусали пчелы. И вот этот вопль, возможно, этой молодой девушки дошел до неба. Бог услышал и сказал, я иду, чтобы посмотреть, таков ли этот вопль, который я слышал на небесах, что происходит реально там. Итак, братья и сестры, Писание говорит нам, что мы должны смотреть на тех людей, которые вокруг нас, и видеть не только себя, и не страдать близорукостью, иметь доброе сердце по отношению к тем, кто живет беднее нас, кто ничего не имеет по сравнению с нами, кто может быть не так раскручен и стоит где-то в бизнесе. Не это важно пред Богом, важно сердце твое, отношение к этим людям, есть и сострадание к больному, жалость и так далее. Христос говорит, я был наг, что вы сделали? Вы меня одели. Я был голоден. Что вы сделали? Вы меня накормили. Я был в больнице. И вы что сделали? Вы пришли ко мне, вы посетили. Братья и сестры, отказать в гостеприимстве лот был не таков. Он готов был пожертвовать своими дочерьми даже ради гостей. А я думаю, а смогу ли бы я отдать троих своих дочерей этим зверям? Наверное, не смог бы. А лот это готов был сделать. Ради чего? Ради того, чтобы не нарушить законы Востока, а не только, и Божьи законы. Знаете, братья и сестры, у моего отца было классическое, практическое христианство. И когда он меня этому учил, он говорил, сынок, ты можешь не спросить человека даже как его зовут. Спроси его две вещи. Есть ли у тебя где спать? И ел ли ты сегодня что-нибудь? Однажды мы посетили одну церковь здесь в Америке, наша славянская, огромная церковь, тысячная. Я как-то был с нашей семьей, с друзьями. Я сказал, знаете, что сейчас произойдет? Они сказали, что? И сейчас будут подходить к вам люди, говорить, слава Господу, хорошо было, как вы участвовали, все прекрасно. Приезжайте еще, пусть вас Бог благословит. Вот так приятно было с вами. Я говорю, сейчас все люди разойдутся, мы одни останемся на парковке. Ты что, шутишь? Не может быть. Увидите. Тысяча людей разошлась, мы стоим около своего минивена одни, они смотрят на меня и на них. Я говорю, что я вам говорил? Это мы с вами. Правильно, друзья? Это мы с вами. Это наше сердце такое. Поэтому я хотел бы, чтобы мы думали о том, что если человек горд, если человек присыщен, если человек ничем не занят полезным, если человек не видит нужды вокруг себя, братья и сестры, что потом? А потом начнут искать фан. Так как начали искать это жители Содома. Вы думаете, почему это сегодня происходит? Может быть, одного из них туда, в Саудовскую Аравию отправить? А там вот так сразу. Потому что гордость, присыщение, незанятость, не видеть бедного вокруг и нищего, она приводит к этим последствиям. Друзья, аж только конец каков? И истребил написано всех. Поэтому последняя моя мысль, уроки истории, это для нас сегодня. Первое. Все то, что мы имеем, абсолютно все, от кого ты имеешь? От него. Все дает нам Бог, потребное для жизни благочестия. Следующее. Бери столько, сколько тебе надо. Потому что черви заводились, вы помните где, да? В манне, которая была излишеством. Никогда не гордись, делай добро, думай о бедном, будь добрым, отзывчивым, любящим, всегда думай о возмездии, будь всегда занят полезными, и важными. Последнее, всегда есть возможность остановиться и покаяться. Если ты где-то себя находишь в этом, Бог дает эту возможность сегодня. Братья и сестры, это уроки. Уроки истории. Если мы прилежные ученики, давайте учиться. Это для нас, для меня и вас, для наших детей и семей. И пусть нас всех Господь в этом благословит, приглашая всех подняться, мы помолимся. в этом году. Спасибо. Продолжение следует...